В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти, как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация, поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы. Считаю, что персональную ответственность за их работу и результаты должны нести губернаторы и мои помощники, инспектора в областях. Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки и другие специалисты. За Брестскую и Гродненскую области, как я уже говорил, отвечает Владимир Степанович Караник. Так, проконтролируйте Брестскую область серьезно, расставьте людей, как мы когда-то с вами это делали, не только в Гродненской области, но и в Брестской. Ну и постарайтесь один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система, пока вы не придете к заключению, что там и без вас могут обойтись. Анатолий, принимай как должное. Это самый знающий человек в стране в этом плане. Мешать он вам не будет, но спросить он сможет с любого там. Вопрос серьезный, поэтому никакого невосприятия быть не должно. Ему в помощь Карпицкий Александр Сергеевич и Короткова Елена Николаевна. В Витебской области. Счастный Семенов Ковалева. Вы на месте, вы крупные специалисты, вы знаете, как делать. Надо помочь Николаю Николаевичу Шерстневу организовать весь процесс. Гомельская область. Игорь Олегович, Тома. Вы очень много работали весной и летом в части ликвидации этих негативных последствий, связанных с ковидом. Организуйте вместе с губернатором специалистов. Привлекайте, кого вы считаете нужным. Я вас очень прошу, системно организуйте работу в Гомельской области. Лучшего специалиста, чем вы там на месте, у нас нет. Могилевская область. Олег Григорьевич Суконко и Бас Ирина Степановна будут заниматься Могилевым. Минская область. Косиниц, Тарасенко, Данилов. Вы знаете, что делать. В помощь Абельская. Минск. Качанова и Пеневич. Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит Игорь Александрович Карпов.